Дом по улице Ивана Булкина, 91, построили еще до 1975 года. Несмотря на его возраст, выглядит достойно. Все это заслуга жильцов. Они не только ухаживают за полисадником и в целом за зданием, но и отремонтировали большинство квартир. С недавнего времени дом, как и некоторые другие строения в микрорайоне, попали в программу комплексного развития территории. Она предполагает снос старого жилья и возведение нового, а также развитие социальной инфраструктуры. По проекту собственники получают либо денежную компенсацию от застройщика, либо готовый вариант квартиры. Большинство жителей микрорайона проголосовало за улучшение условий, но жильцы дома 91 по улице Ивана Булкина выразили сомнения и проголосовали против программы. Во-первых, потому что люди боятся потерять район проживания. У нас очень удобная инфраструктура в районе. У нас кольцо Московское шоссе Аврора и с этого кольца 15 минут в любой конец города ты можешь доехать. На сегодняшний день нам сказали, что все остальное вы будете обговаривать с застройщиком. А как уж он поступит, мы никаким образом не можем прогнозировать. Жители советского района опасаются, что их собственность не оценит по достоинству и вложенные средства, как минимум в ремонт, окажутся потраченными напрасно. Кроме того, собственники не уверены, что суммы возмещения хватит на покупку квартиры в том же районе. За разъяснением деталей программы и помощью жители дома обратились к главе Самары Елены Лапушкиной. Она пояснила, что переселенцы защищены, как минимум, рыночной оценкой квартир. В этой ситуации застройщик зачастую готов пойти навстречу людям. На это и направлена программа комплексного развития территории на улучшение условий проживания и общего облика города. То, что вы беспокоитесь, то, что у вас возникают вопросы, совершенно понятно, совершенно логично. И здесь, конечно, мы готовы до бесконечности объяснять, что такое КРТ, как планируется, что сделано, что не сделано, какие планы, потому что речь идет о вашем жилье, речь идет о вашей собственности, речь идет о вашем будущем. Комплексное развитие территории в Самаре появилось на основе опыта реновации, которая проходила в федеральном центре. О старте программы 15 июня текущего года Елена Лапушкина рассказала во время прямого эфира на платформе «Объясняем.РФ». Сейчас в областной столице сформировали список территорий, которые попадут под комплексное развитие. Всего создали 12 слотов. В частности, в список попали поселок Управленческий, Мехзавод, Безымянка, 113 и 116 километры Кубишевского района, а также Советский и Кировский районы. В Советском районе должны провести аукцион по выбору инвесторов. Михаил Гермоленко, Константин Головин. События.